Немцы бомбили наш город В основном ночью сбрасывали перед бомбежкой фонари такие, что на улице становилось ослепительно светло И вот на первое мгновение затишье, а потом как начинался ад, настоящий ад Это и взрывы, и бомбежка Вместо кукол и беззаботных игр пулеметная очередь разрыва снарядов Детство Галины Петуховой закончилось в 4 года В 41-м немцы оккупировали ее родной Псков Город сравняли с землей, а местное население фашисты истребляли на протяжении двух лет Выживших, среди которых оказалась малышка Галя, ее семья схватили и согнали в поезд Без еды, без питья, заколоченные вагоны были снаружи, с улицы Холодно И представляете, не сесть, не прилечь этого друг чуть ли не на друга загрузили Куда их везут, люди поняли, лишь впустившись на перрон Это был литовский город Алитус, где расположился один из лагерей смерти Туда немцы массово ссылали пленников в период Второй мировой Узников расстреливали, издевались над ними, сжигали и полуживыми зарывали в землю Взрослым было тяжело, а детям тем более, которые ничего не понимали, ничего не знали Над нами издевались, приходили, брали кровь, сколько им надо брали от нас крови И фарматические препараты испытывали на нас Вот что-то дают, глотай, а мы не знаем Когда пришли советские солдаты и освободили пленников, идти извученным людям было некуда Ни дома, ни денег, ни одежды, только полосатая роба Семью Галины нанял богатый литовец, поселил в бане и заставлял работать от темна до темна за еду Братья и отец занимались сельхозработами, мама наводила порядок в доме А семилетняя, уже на тот момент Галя, наблюдала за курами-несушками К делу подходила ответственно, за свое трудолюбие и получила расположение хозяйских детей Дочери этого хозяина, они со своих вещей шили мне и юпочку, и кофточку У меня есть фотография, где я уже приодета, только обуви нет Когда фотографировались, я травкой припорошила свои ноги, что они босые После долгожданного Дня Победы семья вернулась на родину Но местные встретили презрением, думали, что мы самовольно сдались в плен, рассказывает Галина Петровна Не брали на работу, сложно было учиться Пришлось на долгие годы замолчать о том, что пережили Повзрослев, Галя вышла замуж за военного и переехала на Алтай, где живет уже около 40 лет Говорит, и не думала уезжать, ведь здесь дети, которые безвременно ушли Похоронила двоих взрослых детей Могилы здесь Я теперь никуда не могу уехать Хочу долго жить, чтобы ухаживать за могилами Всю свою жизнь Галина проработала педагогом, учила детей дома-интерната шить Сейчас свои 82, она по-прежнему в строю Работает при совете ветеранов и регулярно встречается с бывшими узниками концлагерей Помимо общего прошлого их объединяет еще и памятный знак отличия Медаль, на которой словно кровью высечено слово «непокоренные» Теперь Галина носит ее с гордостью и уже без всякого страха Чтобы заглушить вот эту боль души своей, добро надо творить В Барнауле сейчас проживает 130 бывших узников В целом по Алтайскому краю это 300 человек Они встречаются, общаются, посещают школы и общественные мероприятия Где рассказывают нам с вами о преступлении против человечества Которое унесло больше 11 миллионов жизней 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная Тогда 500 тысяч алтайских солдат ушли на фронт Почти половина из них не вернулась домой Но подвиг совершал не только тот, кто воевал Но и тот, кто ковал победу, работая на заводах и в полях На Алтае в тылу трудились тысячи человек Одна из них – жительница Олейского района Которая в Великую Отечественную в 15-летнем возрасте Гоняла на тракторе, пахала землю наравне с мужчинами А сейчас живет на отшибе Алтайского села Малахова В доме, который вот-вот рассыпется Вот в таком полуразрушенном доме вынуждена жить Мария Николаевна Скорнякова, труженица тыла, ветеран труда Месяц назад в ее доме рухнула стена На место приезжала администрация Олейского района, соцзащита Они посмотрели дом, но аварийным его так и не признали Одна половина стена упала А потом вторая, наверное, через неделю Я одна дома была Сижу вечером, где-то в пять часов Как загремела Я двери открываю, двери не могу открыть И даже двери завалила Напугались? Ну а как не напугайся? Пожилая женщина еле выбралась из-под завалов А через пару недель еще одна беда Сильный пожар, уничтоживший запасы дров О том, в каких условиях сейчас живет ветеран труда Рассказала в социальных сетях Единственная родственница бабушки, Любовь Скорнякова Она также пожаловалась на бездействие местных властей Которые отказали в предоставлении нового жилья А на восстановление дома выделили копейки Такое бесчеловечное отношение вызвало отвлек у жителей всего Алтайского края Неравнодушные до сих пор перечисляют посильную помощь старушки Уже набралось около 15 тысяч рублей После общественного резонанса к делу подключилась межрайонная прокуратура Которая проверяет состояние дома пожилой женщины И контролирует его восстановление Кстати, залатать трещины в доме власти обещали в ближайшее время Ни много ни мало к 9 мая В каком состоянии сейчас дом? Вывалилась так называемая пятая стена, холодный коридор У бабушки в доме, в самом доме тепло Светло, уютно, как говорится А на каком этапе сейчас восстановление стены? Работы начались Я думаю, что к 9 мая мы должны закончить их Поставили подпорки Так бы вот видно, чтобы потолок не упал Будем ломать стену Фундамент надо армировать, усиливать фундамент Потом уже выставлять брус Подарок на 9 мая успеете? Нет, на 9-е никак А пока строительные работы продолжаются Бабушка может оказаться под завалами в любой момент Мария Николаевна рассказывает, что когда рухнула стена Сотрудники соцзащиты предложили оставить дом В котором она прожила больше 50 лет И перебраться в дом престарелых Но старушка наотрез отказалась Вы ждете, чтобы дом восстановили? Ну охота, чтобы сделали коридор Охота потелебаться Великая Отечественная Самая разрушительная война в истории До сих пор неизвестно точное количество погибших Приблизительно она унесла около 50 миллионов жизней Около 30 миллионов мирных И почти 20 миллионов солдат Очень многие пропали без вести И до сих пор поисковые отряды находят В разных уголках страны красноармейцев И возвращают их на родину Так в прошлом году в Новгородской области Были подняты останки солдата Его оказался уроженец Михайловского района Уразали Лау Погибший в боях Великой Отечественной войны Его привезли домой к дочери Которую последний раз видела отца в два года Ну наверняка же легче-то стало Что останки-то не привезли Ну конечно легче Я видела, как поднесли его, ребята Я держал себя на руках А он сказал, великий дочь Я все равно на за руку вернусь Вот это его были последние слова Вернулся благодаря именному медальону Что большая редкость Солдаты народ суеверный Предпочитали не заполнять его Считалось, если вписать имя То точно убьют А ведь именно именной медальон Дает шанс вернуться на родную землю А не оставаться в списках без вести пропавших Не плачьте, в горле сдержите стоны Горькие стоны Памяти павших будьте достойны Вечно достойны Это отрывок из стихотворения Роберта Рождественского В память о погибших войнах О войне написано много и емко И по сегодняшний день наши земляки Очень хорошо знакомы с военной поэзией И читают ее наизусть Как-то утром на рассвете заглянул в соседний сад Там смуглянка-молдаванка собирает виноград Переправа-переправа Берег левый, берег правый Снег шершавый, кромка льда Кому память, кому слава, кому темная вода Кино идет, воюет взвод На пленке старой От рана бит, земля дрожит И пусть впереди любовь и вера Практически у каждого из нас Кто-то из родственников защищал родину на поле битвы или в тылу В нашей редакции героических историй про правых солдат немало Мой дед был награжден орденом Красной Звезды Во время манджурской операции В которой он участвовал, участвовал как политрук Они попали в засаду Был убит командир И он как политрук Был должен принять командование на себя Это было так положено И вывел солдат из окружения Второй дед Масалов Владимир Петрович Свершил даже подвиг За что был награжден В том числе медалью за отвагу И о нем писала Алтайская правда Четыре выстрела снайпера Масалова Ну как-то так, да Он четырех фашистов Четырьмя выстрелами меткими уложил Мой прадед Василий Петрович Руденко Сам вытащил на тягаче все орудия своей батареи При этом не потерял ни одну единицу А после этого он вытащил все орудия соседней батареи Где сломался тягач При этом он получил ранение Был контужен Но сам себя перевязал И продолжил работу И вот за это он был награжден орденом Красной Звезды Моего прадедушку звали Петр Плевцов В тылу руководил почтовым отделением Такие люди считаю тоже нужны Которые обеспечивали связь, почту Почту соединяла Судьбы людей Треуголки с фронта ждали На сегодняшний день в Алтайском крае Осталось почти 900 участников Великой Отечественной И около 16 тысяч тружеников тыла Но с каждым годом пустых кресел На параде победы становится все больше А потому помнить и заботиться о наших героях Нужно всегда, а не только в день их победы Валентина Аскерова, Алексей Фризин Специально для телеканала Толк